Миллионы на свалку. Уже два раза подряд итоги аукциона по рекультивации Пехтулинской свалки были отменены Чувашским Уфас из-за поступивших жалоб. С таким решением не согласны некоторые местные жители. Сегодня около здания антимонопольного ведомства прошел одиночный пикет. Краткая справка. Пехтулинская свалка просуществовала 51 год. И за это время сюда свезены сотни тонн ТБО. Сегодня площадь свалки 32 гектара. Высота мусорных гор доходит до 25 метров. В октябре 2015 года свалку закрыли. А в этом году из федерального бюджета выделили более 300 миллионов рублей на рекультивацию. Аукцион на выполнение работы администрации столицы объявила в апреле. Однако он до сих пор не состоялся. Уже два раза мы проводили аукцион. К сожалению, его признавали через жалобы в Уфас несостоявшимся. Подают жалобы организации, которые потом даже не участвуют в конкурсе. И срывают приведение конкурса в Аукцион. Две жалобы были. Значит, одна жалоба отклонена. А вторая жалоба, значит, частично удовлетворена. В городе, видно, они принципиально подходят к этим вопросам, которые необходимо указать в конкурсе документации. Там простые такие замечания. Вот мы спотыкаемся уже третий раз. Вопрос сложный, но его надо решать. Горожанин Алексей Павлов считает, что Уфас должен учитывать не только буквы закона, но и интересы граждан. Это и заставило его выйти с плакатом под окна управления антимонопольной службы Почувашии. Мне кажется, они как-то не хотят особо заниматься этим делом. И спускают как-то, типа, ну, потом откладывают. А так, может, этот сейчас заметит меня и продвинутся. И хочется, чтобы это будущее поколение моё там и поколение, ну, тоже таких же подростков, как и я, выросло в хорошей, чистой среде экологической. В самом микрорайоне Новый Город жители признают. С тех пор, как свалку официально закрыли, неприятный запах их практически не беспокоит. Но ведь сам мусор никуда не делся. Он по-прежнему лежит по соседству, отравляя экологию. Знание того, что такая грандиозная свалка там находится, конечно, её надо убирать. Потому что там микрорайон разрастается, здесь микрорайон разрастается. Может быть, у каких-то детей есть проблемы со здоровьем, поэтому надо убирать, конечно. Если её засыпят, там зелень какая-то образуется, ну, деревья там какие-то, я не знаю, вырастут. Всё равно как-то её, получается, как бы прикроют. Ну, конечно, бы хотели, чтобы вообще её убрали, почистили всё. Ожидалось, что работа по рекультивации начнётся уже летом, но время уходит. А если подрядчик не будет определён до 1 сентября, уйдут и деньги. По условиям, использованные средства, а это, напомним, более 300 миллионов рублей, придётся вернуть. Татьяна Леонтьева, Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика.